Остов сгоревшей церкви обнесут забором. К работам уже приступили. Инициатором выступили специалисты Росимущества и сотрудники Департамента культуры. Средство выделила федеральная казна. Около 200 тысяч рублей, чтобы остатки исторической памяти не растащили на сувениры. Это будет забор высотой 2,5 метра из металлопрофиля. Он будет целостный. С четырех сторон по углам забора будут установлены информационные аншлаги, на которых будет содержаться информация в объекте культурного наследия и о запрете проникновения на данную территорию. Забор поставят в течение недели. Временное ограждение будет существовать до момента принятия решения о судьбе объекта, а возможно и до начала работ в соответствии с проектом. Что станет с деревянной церковью – вопрос, который волнует умы обычных горожан и власть имущих. И ответ на него будет известен уже в ближайшее время. В четверг комиссия из Иваново отправится в столицу просить средства на проект реставрации. Нужно 3,5 миллиона рублей. Безусловно, остается фундамент. Безусловно, сохранена система колориферного отопления. Она, конечно, в запущенном состоянии, но возможно ее восстановить. Остался иконостас. Отдельные элементы реставраторы готовы фрагментарно повторить в новом объеме. То есть некоторые элементы все равно останутся. Чугунные плиты. Поэтому будем стараться все-таки при реставрации все эти элементы обязательно учесть. Рассчитывать на то, что федерация выделит полную сумму на восстановление памятника более чем наивно, считают в департаменте. Область вышла из доверия. Церковь, чтобы не стала причиной пожара, уничтожена из-за халатности. Практика такова. Федеральные объекты культового функционала, к которым и относится памятник 17 века, могут быть переданы в собственность только церкви. Процесс начался еще в 90-е годы. Несмотря на то, что здесь был настоятель, официально объект не был передан в собственность Ивановской митрополии. Безусловно, что и само Росимущество упустило то, что пользователь не закреплен и не принимал никаких мер. И, безусловно, Ивановская митрополия, уж коль назначен настоятель, и в храме находились церковные утварь, книги, иконы, безусловно, нужно было обеспечивать сохранность. При этом в 2010 году было заключено охранное обязательство с Ивановской митрополией о необходимости принятия таких мер, в том числе и о необходимости страхования объекта. С 2010 года по настоящее время таких мер реальных не было принято. Уже заведено два административных производства в отношении митрополии и в отношении Росимущества. Департамент культуры требует также завести уголовное дело, найти и наказать виновных, бездействие которых обернулось трагедией. Если памятник архитектуры, так называемая избушка, дом клецкого типа, будет построен вновь, то сначала необходимо будет провести общественные слушания, а затем искать спонсоров и меценатов, просить деньги в местном бюджете. Стройка, если и будет, то народная. Губернатор лично пообещал поспрашивать у бизнесменов. Я также почти уверен и сам привожу к этому руку, что и наши промышленники, и меценаты также на эту беду откликнутся. Не буду говорить пока о тактике, но во всяком случае буду встречаться и убеждать людей тоже, чтобы они приняли участие в этом, я считаю, благородном деле. Официальный результат экспертизы по определению причин пожара станет известен через две недели. Если найдут виновного, он будет обязан возместить нанесенный объект ущерб. Речь идет о десятках, если не о сотнях, миллионах рублей.